Важная тема этих выходных. Путин привился второй раз. Я бы сказал, что президент Владимир теперь со спутником. Лайт. Об этом заявил он сам на встрече с ученым-микробиологом, заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Лугуновым. Эту встречу показывал телеканал «Россия-24». Путин сказал, что привился за два часа до встречи с Лугуновым. Знаешь, мне нравятся все время такие вроде случайности. А вот вы знаете, я-то, кстати, за пару часов до встречи с вами и привился. Вроде он себя неплохо чувствует. Президент России также предложил выступить добровольцем в воспитании назальной вакцины от коронавируса. О вакцинации первым компонентом вакцины от коронавируса Путин сообщил еще в марте этого года, 23 марта. Ну, то есть, получается, на месяц опоздал с вакцинацией. Фото и видео прививки опубликованы не были. Вот как Путин объяснил это еще летом, и, судя по всему, его взгляды не изменились. Ну, то есть, мое тело – мое дело. Ну, а если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать вид. Поэтому, а сейчас, знаете, жуликов очень много, которые делают вид, что делают прививки. К сожалению, медики им иногда подыгрывают. На самом деле колят там, я не знаю, что угодно. Физораствор какой-нибудь. Физораствор, ничего не колят. Ну, я надеюсь, что в большинстве граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством. Президент сказал, президент сделал. Получается так. Абаз Галямов, политолог с нами на прямой связи. Доброе утро, Абаз. Первый вопрос сразу к вам. Ну, что это? У нас новая политическая вакцинная кампания стартовала, что ли? Ну, нет, это продолжение старой кампании. Никаких изменений. Вот все-таки меня поражает и удивляет, что все это не было заснято пуловскими камерами. Нет, вы абсолютно правы. Это совершенно справедливый вопрос. И им задается все общество. То есть, в целом, ведь у нас властям не верят. Знаете, пару лет назад Левада-центр проводил опрос по поводу, значит, доверия населения властям. Так вот, тогда 52% сказали, что власти либо всегда лгут, либо почти всегда лгут. Уверенность в том, что власти говорят правду всегда, либо в основном, высказали только 12% населения страны. 12% верят в властям, а остальные в том или ином виде очень сильно сомневаются. И в этой ситуации, конечно, слова надо подкреплять картинкой. Знаете, как в таких ситуациях бывает? Каждый остается при своих. Вот, значит, согласно данным того же Левада-центра, значит, месяц назад они мерили отношение к вакцинации. И получилось, что при том, что где-то там чуть больше 30% населения сказали, что они уже привелись, значит, остальные распределились примерно следующим образом. 45% сказали, что они не собираются прививаться, и 19% сказали, что они прививаться собираются. То есть отношение общества к проблеме сложилось. И вот в этой ситуации, значит, вот эти 45%, которые не собираются прививаться, они не поверят Путину, они будут выискивать блох, так сказать, в этой новости. А почему нам не показали? Вот когда он с голым торсом на коне скачет, значит, нам показывают. Когда он рыбу ловит, показывает. Когда он со стерхами летает. Когда за амфорой ныряет и так далее, и так далее, и так далее. Его нам показывают. А вот как прививаться, значит, он почему-то не хочет, чтобы его показали. Вот большинство воспримет ситуацию так. Ну, те 19%, которые сказали, что они, в принципе, готовы прививаться, вот, за вычетом тех, кто дал социально одобряемый ответ, и сейчас таких всегда полно, ну, то есть люди уже боятся репрессий, да, поэтому многие из осторожности социологам говорят то, что вот одобряемый, так сказать, властями ответ. Вот. Но за исключением этих людей остальные те, кто готовы прививаться, но они в целом, да, поверят этой новости. В общем, как-то так. Так, тут надо сказать, что Левада-центр является НКО на агентом, по требованию властей, к сожалению. Аббас, ну, а почему такая слабая пиар-компания? Неужели как-то измельчал кремлевский демиург, и вот ничего особо не придумывает на этот счет? Ведь можно было бы там сделать какие-то туры, клипы, я не знаю, там, фильмы, что угодно, а пропагандистская машина в эту сторону как-то только разогревается, по-моему. На самом деле демиурга никогда и не существовала, это миф. Вся сила Кремля, его способность убеждать всегда заключалась в том, что в той политической позиции, которую он занял, да, вот он занимал ту политическую позицию, которая, в принципе, ну, на архетипическом уровне соответствует представлениям россиян, да, там, вот, страна, осажденная крепость, вокруг враги, это нам в наследство от истории, так сказать, досталось, да, поэтому эксплуатировать эту тему легко. Если бы Кремль, например, те же самые кремлевские пропагандисты заняли бы обратную позицию и пытались бы, значит, убедить россиян в том, что там вокруг врагов нет, да, то они бы совершенно не преуспели. Вот, повторюсь, вся сила их не в каких-то особых пропагандистских талантах, да, а в той политической позиции, которую они занимают, та консервативная позиция, которая в целом, вот, на архетипическом уровне соответствует представлениям россиян должным. А в случае с вакцинированием, это не та штука, понимаете, это же не политическая история, вот есть, люди очень четко отделяют политику от неполитики, да, вот политику, дорогой Владимир Владимирович, мы тебе отдали, окей, там, так сказать, делай, что считаешь нужным, там, хочешь, там, враждуй с Западом, да, там, значит, фальсифицируй выборы, даже в этом мы не полезем, да, так сказать, хотя, наверное, это не очень хорошо, но окей, мы туда не лезем, мы понимаем, что это твое, да, а вакцинирование, это же такая неполитическая история, это уже когда Путин пересекает границу и приходит в дом к россиянину и начинает ему объяснять, ты давай делай вот это, делай то и так далее. И здесь совершенно другого типа реакция уже у россиянина. Э, Владимир Владимирович, а вот на этом мы тебя не выполномачивали, так сказать, мы тебе отдали политику и не пересекаем эту границу, ну, мы в ответ рассчитываем на то, что ты будешь уважать эту же границу и не будешь пересекать ее в нашу сторону, а ты приходишь к нам с какой-то ерундой. Люди же в целом не доверяют власти, как я уже сказал, да, они в принципе, ну, и вся их история говорит о том, что государство редко приходит с чем-то хорошим. И тем более уж насильно там гражданам навязывать что-то хорошее, ну, точно не будет. Если, ну, насильно так, насильно навязывают, ну, значит, какая-то это что-то подвох какой-то. Вот же как люди воспринимают. Вот Путин вторгается с этим чем-то там непонятным, с каким-то подвохом в их дома и начинает, значит, давайте подставляйте руки, сейчас я буду вакцинировать. Да, людей это, конечно, возмущает. Причем это возмущает не либералов, а вот тот самый глубинный народ, на который Путин всегда опирался, его социальную базу. А вы думаете, вообще люди не идут делать прививки именно из-за того, из-за вот того фактора, о котором мы сейчас говорили, что их якобы власть заставляет? Или есть же еще другое расхожее мнение? Многие говорят, что вот тот самый глубинный народ у нас просто настолько необразованный, в отличие там тоже от людей на Западе, которые сделали, в Германии, по-моему, 65% людей уже привилось. В чем все-таки причина? В том, что их заставляют или в необразованности? Ну, на самом деле, одно с другим связано, эти вещи совершенно не взаимосключающие. То есть в силу своей общей такой архаичной консервативной позиции, там, недоверия по отношению к науке, к экспертному сообществу, вообще к обществу, к власти, там, да? Ну, вообще, россияне же никому не доверяют, по-настоящему, кроме, так сказать, своих вот близких, своего узкого круга. Любой соцопрос. Посмотрите по поводу доверия, вы увидите, что средний россиянин доверяет обществу и соседу, так сказать, гораздо меньше, чем в большинстве цивилизованных стран мира. Так вот, вот он не доверяет этому всему, а тут к нему еще приходят и насильственно это пытаются делать, да? И его это начинает возмущать, и он еще сильнее убеждается в том, что, ну, значит, точно какой-то подвох, какую-то свинью нам пытаются подложить. Вот. И эти вещи очень тесно взаимосвязаны. Аббас, скажите, а вам не кажется парадоксальной ситуация, когда вот вроде этот один из главных национальных проектов, да, вакцинация, спутник, спутник Ви, спутник Лайт, основной группой его поддержки является, по моим ощущениям, не тот слой, который голосует за Путина. Да, это вообще парадокс. Впервые, может быть, за 20 лет сложилась ситуация, когда, значит, на стороне власти оказались либералы, которые по всем остальным вопросам в принципе против власти, да? Но это особенность этих людей. Они, в принципе, верят в науку, да, в здравый смысл, там, они не очень верят в эти теории заговоров, там, заговоров в эту, там, чипизацию, там, да, во что верит глубинный народ и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И поэтому эти люди, которые по всем остальным вопросам против власти, в данном случае оказались по одной стороне баррикад с властью. Это уникальная ситуация. И наоборот, глубинный народ, который всегда был по одной стороне баррикад с властью, потому что власть же насаждала вот эту архаику, да, вот этот традиционализм, и, значит, эксплуатировала вот эти самые темные, так сказать, стороны народной души. Вот. И этот народ, вот, так сказать, власти на протяжении 20 лет это накачивали, этот негатив, и сейчас они столкнулись ровно с последствием своих собственных действий, да, когда люди, в принципе, вот не верят экспертному сообществу напрочь просто, да, они, потому что они привыкли, что вокруг все враги, все негодяи. Аббас, ну, а вот вы как политолог, давайте посоветуем что-нибудь, я, кстати, тоже политолог по образованию, давайте посоветуем что-нибудь Путину, и Кремлю, чтобы, наконец, больше людей вакцинировалось. Вот я считаю, я продолжаю об этом говорить, нужен клип Тимоти. Нет, конечно, Тимоти не настолько авторитетен. Нет, ну, во-первых, сам Путин должен, конечно, все это под камеру делать, это очевидно. Вот, никто другой его в данном случае не заменит, это будут уже какие-то суррогаты. Да, ну и, в общем, на самом деле, конечно, QR-коды и вот это все дело, это надо вводить. На самом деле, ну, люди потихонечку, я вот выше сказал, что отношение уже сложилось. В целом, да, но вообще, по мере ухудшения ситуации, люди поддаются потихонечку убеждению, убеждаемы, да, в небольшой степени, постепенно. Значит, тот же Левада показал, что вот сейчас 19%, как я сказал, готовы вакцинироваться, а примерно там пару месяцев назад их было 15%. То есть, видите, ну, 4% не большой рост, но хоть что-то курочка по зернушку плюет. Тут ведь не получится очень быстро все, так сказать, что-то одно сделать и радикально изменить ситуацию. Ну, вообще, на самом деле, надо просто менять дискурс, надо прекращать врать, надо прекращать прессовать людей. Вот мой коллега Илья Гращенко совершенно справедливо заметил, что, ну, люди привыкли, что у нас, если кого-то объявляют, так сказать, врагом, там, да, его тут же начинают прессовать, там, убеляют иноагентом, блокируют ему щита, значит, там, сажают его в тюрьму, либо выдавливают из страны, да, и люди, вот тут они видят, что государство, вроде как, все, кто не хочет вакцинироваться, тоже собирается записать во враги. И они уже предвидят эти, значит, все ужасы, да, и они начинают возмущаться по этому поводу, да, по поводу своих перспективов. То есть, они чувствуют, что государство, вдруг, большинство жителей страны собирается объявить маргиналами. Вот же они как воспринимают это все. Поэтому, ну, будет меньше репрессий, значит, ну, люди чуть больше будут настроены на диалог, значит, а не на истеричную такую вот эмоциональную реакцию. В общем, тут весь дискурс виноват, его надо менять. Спасибо большое. С нами был на связи Абазгалямов, политолог, обсуждали ревакцинацию Владимира Путина, и то, что президент сделал это снова за закрытыми дверьми, потому что, не знаю, возможно, это слишком интимный процесс для него, как он говорил в первый раз, когда только вакцинировался спутником. Я думаю, что это плохая картинка с точки зрения наших политтехнологов. Путин и врачи, Путин и шприц. То есть, это вызывает, знаешь, какие-то негативные ассоциации у зрителей. А, то есть, поэтому он решился на испытание назальной вакцины? Назальной? Мне кажется, это тоже бы не очень эстетично выглядело. Ты знаешь, я думаю, мы это тоже не увидим, не переживай. Ни назальную вакцину, ни подкожную инъекцию нам это не покажет. Жаль. Нет, я думаю, что тут какие-то более глубинные смыслы, чем то, что это просто какая-то неэстетичная картинка. Но я согласна с Аббасом, естественно, что у людей это вызывает еще большее недоверие к вакцинации. А у нас, правда, цифры по вакцинации довольно низкие по сравнению с Европой. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но Дождь это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости, рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность, подпишитесь на Дождь, tvrain.ru слэш подписка, и мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.